Всем привет, добро пожаловать в игру Road to War, World War 2. У нас будет небольшой обзор поединка. 14 уровень немец и я 13 уровень. Что ж, посмотрим, что из этого получится и как у нас пройдет бой. Ну, скажу, что бой будет довольно-таки насыщенный и интересный. Сразу же в первые секунды боя, ожесточайший бой пошел с моей стороны и со стороны противника. Каждый хочет одержать победу в этом поединке, каждый хочет получить триумф в победе. Поэтому давайте посмотрим, что здесь дальше у нас будет происходить. Очень тяжело, конечно же, за всем усмотреть и все прокомментировать. Но пока что идет нападение небольшое. Немец выставил танк. Сейчас он будет хорошо набирать силы и хорошо контратаковать мои позиции и добираться до победы, до этой цитадели. Я выставил КВ-шку, потому что у КВ-шки очень большой радиус атаки. И с одного выстрела она может захватить прям не только два объекта для цели, но и намного больше. Потом к правому флангу десантники вражеские высадились. Я вызвал огнеметчиков, чтобы они их поджарили. И чтобы вот так вот можно было потом идти и все. Контратаковать вражеские цели и уничтожать, захватывать эти бункера. Опять-таки КВ-шка очень хорошо справляется. Одним выстрелом он задевает и бункер вражеский, и танк. И сейчас заденет еще этих базучиков. На последнем издыхании КВ-шка выстрелила, ее уничтожили. И тут появляется на поле боя могучий тигр. Я начинаю вызывать очень много пехоты. Очень много пехоты, чтобы этот могучий тигр отвлекался. Так как у этого тигра, получается, он задевает все цели. Не только объекты и технику, но еще и пехоту. Пока отвлекается могучий тигр на пехотинцев, я делаю небольшой акцент на правый вражеский бункер и вызываю выжженную землю, способность моего командира. Выжженная земля очень хорошо справилась с могучим тигром, подбил еще вражеский танк. Я поставил палатку, чтобы защитить правый бункер. И тут уже идет ситуация на опережение. Кто быстрее успеет, тот и победит. У меня небольшое преимущество, так как цел у меня еще правый бункер. У врага уже никакого бункера не осталось. И тут враг хочет как можно быстрее захватить, и он не знает, что ему делать. Либо на правый бункер делать акцент, либо на цитадель. Он и туда, и туда старается войска свои перенаправить. И тут он сделал небольшую ошибку, так как он десантников кинул на цитадель. Ему надо было десантников в данный момент сейчас кинуть на правый бункер. Я думаю, они бы успели задеть правый бункер и уничтожить его. И у него бы хотя бы немножечко было времени посмотреть, что там дальше бы из этого получилось. Так, давайте теперь еще один поединок посмотрим. Тихая ловщина. 14 уровень у немца, у меня по-прежнему 13. Так, снайпера мы вызвали, лидичку. Кстати, очень хорошо вот какие-то вот в начальном сражении, вот в самом начале, поставить каких-то юнитов, которые невидимы для соперника. Потому что мы не знаем, копить ли силы, а если силы уже будут накоплены, мы еще никого не вызвали. И получается, и теряем время, и никого и не вызвали. А так у нас уже какой-то юнит есть на поле боя. И еще и невидимый для вражеских глаз. Потому что он не знает, кого поставить против такого-то юнита. И тут бац, и неожиданность. Так, тем временем мы уже уничтожили левый верхний бункер вражеский. Начинаем потихоньку давить, давить и душить соперником. Ну, тут соперник очень хорошо, кстати, нас контратаковал и начинает нападать. Сейчас тупо одна пехота вот эта вот, которая повыходила с палаток, расправится с базучиками и с техникой вражеской. Пробили винтовками обычными, хорошо так пробили. Так. Вражеский танк появляется, но пехотинцы очень хорошо справляются, кстати. Просто давим соперника нашей пехоты. У нас все есть. Все абсолютно против техники и против пехоты. Снайпер, огнеметчики. Наверное, СССРу в какие-то моменты, как я сейчас играю, такими вот юнитами было бы сложнее играть против американца. Потому что у американцев больше пехоты, а у меня только снайпер, КВ-шка. До КВ-шки еще нужно дождать, пока она наберется. Так. И огнеметчики. Так. И опять выжженная земля пошла. Очень хорошо она справляется с таким натиском, как сейчас происходит. КВ-шку я поставил с самого начала, потому что я понимаю, что враг сейчас вот начнет вот тут рядышком возле меня появляться. И начнет стрелять по моему самому главному бункеру под цитадели. Ну и тут пехотинцы, конечно, уже справились и все сделали на ура. Вот такой вот у нас был поединок. Так что всем спасибо за внимание. Хорошего дня.